Пса по кличке Кром избили лопатой в приюте Собачкина в Петропавловске. Удары были настолько сильными, что на орудии осталась кровь несчастного животного, а у собаки сломан клык и выбит резец. Работники приюта, которые придерживаются совершенно других методов обращения с животными, хотели не выносить ссор из избы и разобраться в ситуации самостоятельно. Но не удалось вразумить человека, который так жестоко обошёлся с питомцем. Мы хотели, чтобы это не выносилось далеко дальше приюта, чтобы руководитель принял какие-то свои меры, собрали собрание, на котором выяснилось, что человек убеждён, что это единственный правильный метод с этой собакой, что из неё нужно выбить всю дурь, показать, кто тут главный, чтобы она больше не кидалась и так далее. Насколько я знаю, он работает на добровольных началах, то есть ему не платят зарплату, он просто как помогает. То есть официально он там не работает. Руководитель сказал, что нам такой человек здесь нужен. Валентина не работает в приюте с начала июля. Ранее она занималась сложными случаями теми собаками, которые были наиболее агрессивными. Гром был одной из них. Но, по словам Валентины, с собакой была проделана большая работа. Её уже выводили на поводке и подводили к людям. Пёс чувствовал себя спокойно, но всё изменилось после того, как его избили лопатой. Теперь даже почистить в вольере приближение рук к лопате, собака уже начинает истерить, как полгода назад. На лопату идёт жёсткая реакция, а лопатами там чистят вольеры. То есть почистить опять проблема. В агентстве по ветеринарии края уже в курсе о случае жестокого обращения с животным. По данному факту я, как руководитель агентства, обратился в органы полиции и оставил заявление о данном факте для проведения проверок. Параллельно ко мне, как руководителю агентства, обратились граждане, которые были свидетелями данной ситуации, а именно работники данного приюта, и написали мне обращение также о принятии мер. Я изучил эти обращения. Они также подтверждают наличие факта жестокого обращения с животным. И данные обращения мной будут перенаправлены также в органы полиции для изучения и принятия мер в пределах компетенции органов полиции. Артём Никитин добавил, что специалисты ветеринарной службы осмотрят собаку и дадут оценку её состоянию. Все эти данные также будут переданы в органы полиции для дальнейшего рассмотрения и принятия решения о воздействии на лиц, виновных в данном правонарушении. Жестокое обращение с животными, это помимо того, что это противоречит принципам гуманности, в принципе, а также является составом уголовного правонарушения, предусмотренного 245-й статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации, где чётко определены критерии, что такое жестокое обращение. Но оценку давать будет в любом случае органы полиции и в конечном итоге суд. Редакция Массмедиа Камчатка следит за развитием событий.